Здравствуйте Игнатий Тихонович. Добрый день. Как у вас настроение? А что настроение? Верующим всегда хорошо. Что-то плохо у нас там это... Чтобы выше видно было. Так, вы сразу напомните, кто вы, откуда и зачем. Меня зовут Алексей. С города Комсомольска-Наамурия, Дальний Восток. Я там служил. Рядом. Николаевск-Наамурия. Я прихожанин Русской Православной Церкви. Правильно. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Я слушаю вас. Все. Все, я понял. Православный. Говорите. Вот решил вам позвонить. В первую очередь, как вы на нас вышли? Ну, я увидел сайт ваш. Вот, ютуб-канал ваш смотрел. А как вы на него вышли-то мне узнать? Через кого-то или как? Нет. Я вконтакте, вот, в друзьях у вас есть. Так. Дружбу предлагал. А-а-а. У меня вконтакте не бывает. Там администрация работает. У меня есть везде странички, но я там не бываю. Мне вот нравится смотреть православное телевидение. Союз, ПАС смотрю. Да. Исповедуюсь. На исповеди, вот, был недавно. Вам сколько лет? Мне 23 года. Мне 81. Да, я знаю. Так, я слушаю вас. Давайте. Время зря не тратьте. Говорите. Чем я могу вам помочь что-то или ответить? Ответить? Конечно. Приходят люди с вопросами. Да, у меня нет вопросов. Ну, а тогда зачем пришли? Помолитесь за меня, Игорь Тихонович. Услышай и ответь, Господи, об этом, Алексей. Как угодно воле Твоей святой. Все, я помолился. Я, когда служу, на службе стою. Служба заканчивается, я читаю помянник о живых, заусопших. Всех поминаю. А что за служба? А, на службе в церкви? Да. А, я думал, где-то на работе. А где вы работаете? Кем? Я охранником работаю. А специальность какая? Учился на сварщика. А почему не работаете сварщиком? Там же больше получают. Я знаю. Я просто не хочу себе здоровье портить. Ну, найдите такое, чтобы... У вас же есть там рыболовецкий комбинат. Учитесь в училище летное, какое там это... Судоходное. Я сейчас учусь заочно на компьютерной системе и комплексе профессия. А то у меня все еще сны продолжаются, как я сдаю мореходное училище, экзамены когда-то сдавал. И во сне это вижу. И сразу прям в этот же день выходим в море. И сразу шторм начинается. Я сначала в Камчатке-на-Амуре, ну, не считая в Владивостоке, там ущебка была, ущебная. Вот. А потом ракетные войска стали образовывать, 61-й год. И мы попали в первый набор. Впервые ракетные войска выделили в отдельную структуру, а знака не дали. И присыпили нам, будто бы у нас пушки. Ну, в общем-то, похоже. Пушечки были здесь, на Лацкане. А потом перекинули в Камсомольск-на-Амуре. Этот, Николайск-на-Амуре. Он у вас, Камсомольск-на-Амуре, как, ближе к морю, наверное, или Николайск-на-Амуре ближе? У нас река Амур. И Николайск, вот, она протекает в нашем городе. Вот город называется. Ну, да. А к океану-то ближе Николайск или Камсомольск? Если не ошибаюсь, Камсомольск. Ближе туда, да. Ну, мы там были. Я развозил книги, у меня выше 38 томов. Были порт «Находка». Но сюда не рискнули. Далеко и близко, мы там еще не знаем. Мы побоялись, как бы машина наша не сломалась. Вот, Библия. Это у вас не православное издание. Сейчас скажу. Это Ветховое Нового Завета канонически с параллельными местами. Да, но параллельными местами, говорится, канонически. Да дальше-то что написано? Ветховое Новое Завете. Два Завета. Я знаю, но в Новом Завете все 27, а в Ветхом у вас тут 11 книг не хватает. Это протестантское издание. А-а-а. Да. Ну, в самом начале, посмотрите, кто издал. Библейское общество. Первое там, титульный лист. Форс Зац, посмотрите. Написано «Библейская лига, Москва». Ну да. 2004 год. 2004 год. Это не... Ну, дальше еще считайте. Не написано «Синодального издания». Так. Да не написано. Написано «Канонические с параллельными местами Ветхого и Нового Завета». Это я слышал. Там должно быть написано «Синодального издания» на другой странице. Или здесь же. «Синодальный» — это православный перевод. А они берут и издают. А 11 книг выбрасывают. Ни канонических книг там нету. Потому что четырехконечный крест. А у православных... Вот у нас у православных... У нас вот она какая Библия. Смотрите. И она обязательно написана по благословению там патриарха какого или... А тут нет этого. Ничего нету. Ну, хорошо, хоть такие издают. Я на ваш сайт заходил. Я скачал «Новый Завет» блаженного Феофилакта Болгарского. Да, с толкованием. Да, три тома. Да. Считаю. Вот. Это сокровище большое. Самое сокровище. Открытие тайны. Я принял крещение в шесть лет мне было. В 2001 году. А что за крещение было? Где? В русско-православном церкви. Ну, в церкви. Как крестили-то? Мокрая ладошка, а ты стоял на полу. Нет, в купеле. И в купеле ты с головой покружался? Да. Это редкий случай. Вы хорошо это помните? Да, я был с бабушкой, с дедушкой был. А как в купель залазил? Там ступеньки? Так. Я вот честно уже точно не могу сказать, не помню. Поэтому под сомнением. Как вы можете помнить, когда не помните? Крещение означает полное погружение. Если погружения не было, священника извергает и сана за это. А ты не крещеный, нужно покреститься. Нет, я полностью погружался. Ну, так вы должны вспомнить, как выглядел бак. Как вы там приседали или как. Какая глубина была погружения. Мне это надо знать. Во имя отца, сына. Я не спрашиваю произношения слов. Вы уклоняетесь умышленно от моих слов. Я говорю, как было погружение. Вот я стою, меня опустили в воду. Ну, вот так в воду. Я вот присел, и я под водой с головой. А если я встал туда там по колено, я не могу никак погрузиться-то. Куда я погружусь-то, когда я весь наверху? Как вы погрузились? Шестилетний-то ребенок, это не младенец. Тебя в ванне не покрестишь. Как вы туда залазили? Значит, она какая-то купель. Тебя кто-то поднимал туда, опускал? Или ты сам залазил? А как залазил? Шестилетний-то ребенок, он большой. Но как туда, внутрь-то его кто-то посадил? Если ничего не помните, значит, ничего не было. У меня свидетельство о крещении есть, могу показать. Показать снимки? Сейчас. Ну-ка, давай. А, вы книжку так, свидетельство о крещении. Это оно не говорит, ни на один вопрос не отвечает. Они изобразили Христа, то стоит Христос по щиколотку. Ну-ка, посмотрите. Самая икона-то католическая. Где крещение-то? Христос стоит 20 сантиметров воды. Какое крещение-то? Крещения никакого и нет. Крещение переводится по гружении. Тауфен. Баптизен. С греческого. У меня крестный отец есть. Вы совсем не по делу говорите. Вот представьте себе, человек пошел в магазин и покупает молоко. Я его спрашиваю, молоко от коров? Он говорит, а я деньги заплатил. Я говорю, от коровы это или порошок? Он говорит, бутылка стеклянная. Я ему опять спрашиваю, там молоко прямо из-под коровы, сметану с нее можно брать? Он говорит, оно белое. То есть он крутится рядом, он не знает, что сказать. Если вы, вас кто-то фотографировал, когда вы крестились? Нет. Вот смотрите, мы считаем в деяниях апостолов, и написано, Евнух и Филипп сошли оба в воду, и там он его погружает. Вот у нас, если крещение идет, мой родной брат, он протеерей, он заходит, в воде стоит. А тут по ступеням спускаются люди, стоят рядом под водой, и дальше его не видно. Вот только вот воды сверху, озеро. Во имя Отца и Сына и Святого. Три раза погружение. Если погружения нет, человек не крещеный. Это на Афоне поедете, вас разговаривать не будут. Не причащаться, ничего не дадут. Они тут же ведут его и крестят. Он говорит, а я в церкви, у меня свидетельство, все обман. Попы, шулеры, обманщики. Католическое это все. У православных всегда крестили в полное погружение. Всегда. У тех, которые не покорились Никоновской убийственной реформе, они все крестят с полным погружением. Как же так, не помните? А крестили-то в каком храме? Там куда ходите? У нас в городе храмов три или четыре. Я хожу в святого пророка Ильи храм. Так, где крестились, я спрашиваю. Вы опять мне на вопрос отвечаете. Я крестился, да. В каком храме? В Узбене Святой Богородицы храм. Ну а теперь там то же самое купель-то или другая? Я давно там не был. Ну а вы пойдите, это важное дело. Понимаете, умереть некрещеным, это потерять вход в Царство Небесное. Шестой Вселенский Собор, восемь четвертое правило говорит. Если у тебя нету свидетелей, что ты трижды погружен был-то, немало не сомневаясь, прими крещение как положено. Это обманщики, попы-обманщики. Я называю пираты, захватили корабль. Они сами некрещеные. Они правила сплошняком нарушают. У нас правил в церкви 719. Из них 413 нарушаются каждый день. 57% правил полностью. Ну вот как у сектантов. 11 к них выбросили. У вас нет ни Маковейских, ни Премудрости Соломона, ни Иудифи. Нету. Просто нету. Послание Ереме. Геннадий Тихонович, я чувствую благодать. Господь со мной. Это уже чисто, говорится, харизмат. А я чувствую благодать. Тогда не надо в церковь ходить. Я чувствую, и все. И вот сейчас смотришь, кто он. Ни баптист, ни пятидесятик. А я сам по себе. Я христианин. То есть обольщенная душа. Господь говорит, я создам церковь. И врата они одареют. Это церковь. А в церковь ход. Только через полное крещение. Полное погружение. 50 апостольское правило. А еще не в три погружения, да будет извержен. Я чувствую благодать. Тут не написано, что чувствуешь. Это выдумывает. Ты должен быть крещеный. И больше ничего не сказано. Никакие чувства. Откуда ты взял это? Этого нету нигде, не написано. А другой ничего не чувствует. Он крещеный. Тебе не надо чувствовать. Ты пришел покупать. Я к молоку возвращаюсь. А я чувствовал, что оно хорошее. Нет. Это надо видеть, как доят. Обманывают. Обманывают. А вот мы строим православную деревню. Молоко прямо из-под коровы. Я его беру. Ставим там. Сепаратор или как прокрути. Сливки отдельно. Обрата отдельно. Творог. Сыр. Масло. А из этого порошка ничего нет. А обман везде и всюду. Никому не надо доверяться. Надо проверять. Не отходя от кассы написано. Почему? Везде написано. Не отходя от кассы. Потому что ты, когда придешь, у тебя там не хватает. И ты будешь думать, а ты, может быть, оставил. А вот на глазах теперь стой и считай. Так и здесь. Вниз сфотографировали. И в храме в том не были. А если были, значит, должны быть. В котором крестился, я был. Но это в первую очередь. Вот, допустим, мы беседуем с баптистами. И они говорят, мы церковь. Я говорю, а с какого момента-то? Он не знает. Я говорю, в 1609 году в Роджерсе. Джон Смит на себя руки положил. И от католика вышел. И говорит, я крещеный. А в 1939-м первая община в Англии. А оттуда дальше на баптисты все это пошли. А Христос основал церковь в первом веке. Откуда вы взялись? Вы еретики. Еретики. Потому что вы не церковь. А вне церкви нет спасения. Деяние апостолов 2.47. Это очень серьезный вопрос. Тут, Алексей, вам надо просто в один день узнать. Не дай Бог умереть некрещенным. Верую во единого Бога, дальше во оставление грехов. Во единое крещение. Слово крещение, другого перевода нет. Погружение. Ни мощение, ни кропление. Это католики. Это они придумали. А почему не погрузить? Баптисты погружают. Адвентисты погружают. Старообрядцы погружают. Даже свидетели уговы. Это даже совсем не христианское. Погружают. И только православные не погружают. Почему? Вопрос. Потому что они верующие. Но в некоторых храмах строят купели. Большие. Баптистеры называются. Мы там были. Я сейчас не знаю где. В Хабаровске или где. Такой щан. Примерно вот такой высоты. Туда ступеньки. Лесенка идет. И по лесенке он туда спускается. Спускается. И у него сразу вот так. Воды столько. Мое дело сказать. Да. У меня написано в свидетельстве. Тайц покрещение совершил. Иеромонаха Филарет Афсейку. Вы его найдите. Иеромонаха найдите. И скажите. Мне нужно удостовериться. Что я был погружен. Покажите в каком храме. Где та купель. Где. Кто. Если будут два свидетеля. Которые. А вы такие подробности задайте. С какой величины он был. Какой высоты. Как я мог туда попасть. По лесенке или как. А они не могут отвечать. Не помнят. А это означает. Это не свидетели. Свидетели. Которые свидетели. 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 Вот у нас крещение. Ну на нашем ютубе. Вы увидите. Как крещение. Крестный ход. С хоругами туда идем. Батюшка все высчитывает. Освещает воду. Заранее подготовили место. Он по ступенькам сходит. Там деревянное дно. И теперь каждый заходит туда. И он трижды погружает. И над ним вода. И все это заснято. Заснято на видео и на фотоаппараты. И мы тоже даем свидетельство. Маленький ребенок. А у вас родители верующие? Или бабушка водила? Да. Бабушка с дедушкой со мной были. А бабушка когда пошли креститься. Она вам что рассказала? Зачем это делать? Крещение-то. Что это означает? Или просто бабушку послушался и все? Бабушку послушался. Ну да. А написано, кто будет веровать и креститься. Без веры и крещение. А кто не будет веровать, осужден будет. Ну вот и все. Осужден. Так везде, во всех языках. И в греческом. Откуда мы получили книги. И все. И кто не будет погружен. Погружен. Слово крещение нет нигде. У нас акцент делается на страдание. Крест, крещение. Это корень-то здесь. Везде написано. Таупен. В немецком языке. Баптизен. Погружение. Погружение. Вот вы не уходите сейчас. Я вам скину эти материалы наши. А если вы зайдете на наш сайт. И там написана книга. К истинному православию. Я ее 40 лет писал. 40 лет. По крупистам собирал. Что? Какие отцы говорили? Все до одного говорят. Полное погружение. Погружения не было. Ничего не было. А у нас так. Вот такого ребенка. Ну, года 3-4. Патриарх Кирилл вот так его держит. Одетый ребенок совершенно. Над купелью. И вот так ладошкой на голову. А ноги торчат вот так вот. Вот это ноги. А он вот так вот ему. Это фотография. И они не стыдятся. Ничего выставляют в интернет. А рядом стоят там священники. Или монахи. Непонятно. Или митрополит. И родители тут же. Патриарх его под мышкой держит. И вот так. Погружение было? Да он не был. Он над купелью-то только. И сегодня пока это как крещение. Вот так священник. Ребенка поставит. А ладошкой на голову. Погружение не было. Скажите, я вам икону покажу. У меня икон дома много. Иконы? Да нет, меня не интересует это. У меня икона от пола до потолка. Я перед мной сотрудничал. Я туда сотни. Привез из Жорданбиля, с Америки, с монастыря. Прекрасные иконы. И везде раздавал. Не продавал. Знаете, Игорь Игорьевич, в моей семье вот три человека. Вот я, ну, включая меня, я четвертый. Они некрещенные три человека в семье. Некрещенные? Нет. Ну, вот, крещение надо узнать где. И только в полное погружение. Все остальное обман. Лютый обман. Безбожный обман. Повторяю. Баптисты, когда крестят, они собираются отовсюду и стоят в белых одеяниях в три очереди, трое, три ряда. А там человек шесть, которые называются пресетерами. Они никто. Они не православные. У них рукоположение недействительное. И они их опрокидывают вот так вот на спину. Во имя Отца и Сына Сын. Один раз. А надо прямо. Потому что в смерть Христа крестились. А Христос умер стоя. Не на постели лежал. А они крестят в положение во гроб. Вот так. Когда закончим беседовать, вы не уходите, я вам скину эти материалы. На сайт зайдёте, на первые страницы, там написано «К истину православия» книга. Вы её ткните, а она откроет оглавление. Там, посмотрите, крещение, страница 120. И сразу раскроется текст. Я беру 136 свидетелей. Это Ян Златоуст, Баженна Фефилакт, Библия, всё. Кто что говорил о крещении. И о том, чтобы не в полное погружение, ни один не говорит. Они говорят «Дедахи». Дедахи говорят «Идите, вода проточная, нету в стоящей воде, в озере, нету, тогда в холодной. Если нет, когда тёплой, в холодной. А если нет, нигде. А вот теперь нет нигде. Где нету? Нету, когда человек больной, лежит парализованный. Или в тюрьме. Или пленный у татар. Тогда его раздеть до гола и на него три ведра вылить. Трижды. Но теперь этого человека, который вот так, он всё равно бракованный. Но крещение считает действительным. Но в священнике этого человека уже ставить нельзя. Он бракованный. Игнат Тихонович. Да. Вы рассказывали, вы за Слово Божие сидели, да? Да. Там написано, книга будет, для Слова Божия нет уст. Там всё, кто на суде, что говорил, как я проходил этапы, всё есть. Я скину вам материалы, наш сайт. Меня помню, по школе били, унижали меня. В армии? Нет, когда я в школе учился. А, в школе. А вон, слышишь, в Забайкале-то, Шамсудинопровиль-то. Над ним смеялись, он их восемь человек расстрелял. Со всё благодарю, Господа. Да, конечно. Так, вопросы ещё есть? Вопросов нету. Нету. Мне с вами приятно разговаривать. я вам скину материал, а вы тогда зайдите на наш YouTube и увидите, как всё записано. Сами себя увидите. Когда будет нужна какая, ну, не чаще там в неделю раз что-то написать. А чтобы беседовать, это может быть в день, неделю, один раз. И у меня времени нет на это уже. Я вам сказал, всё, ничего не скрыл. Поэтому я уже за вас не отвечаю. Из Икиля 3.18 говорит, если ты видел согрешающего, не предупредил, он погибнет, но его кровь. Я взыщу с тебя. А если я говорил, кровь его на нём, а ты спас твою душу. Поэтому нам нельзя лицемерить. Так, Алёша, всё с Богом. Завтра на утреннюю службу иду. Так, да неудалёко не уходите, сейчас я с вам скину. Кроме того, можете молиться с нами. Занятия у нас идут в скайпе три раза в неделю. Прям зайдёшь, Сергей тебя запишет. Я сейчас все эти данные скину, но всё хорошего. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok